Всем привет. Спасибо, что пришли. Сегодня я расскажу про наш опыт взаимодействия с GraphQL и те обстоятельства, которые нас, скажем так, частично вынудили, частично подтолкнули к нему. Меня зовут Денис. Это пока на самом деле не очень важно. К этому вернемся попозже. Для начала простая история. Приходит дизайнер в раздел разработчиков и говорит, «Ребята, я нарисовал страницу. Это очень важная страница. Она нужна пользователю. Все вот это нужно делать». Макет у нас есть. И приходит разработчик со стороны фронт-энда, со стороны бэк-энда. Каждый смотрит на этот макет. Потом они что-то обсуждают между собой. Потом они вместе. Это как-то мержит свои задачи. И в итоге получается рабочая страница для пользователя, для сайта. Все начинает работать. Как можно догадаться, фронт-энд сверстал, вывел данные, которые получил от сервера, а бэк-энд эти данные предоставил. То есть у нас есть такая небольшая схемка. Есть, например, картинка на клиенте с какой-то своей логикой, выводом и так далее. Но на бэк-энде есть API, которая возвращает данные. Где она берет их, нас не интересует. И потом, значит, через какое-то время приходит другой дизайнер с похожей картинкой и говорит, что нужна вот теперь такая страница. Допустим, что эта страница очень похожа на ту, но есть некоторые различия. То есть объекты, другие поля и так далее. А бэк-эндер с фронт-эндером договорились, что мы не будем возвращать данные, которые не используются на странице. Ну, просто давайте такого принципа придерживаться, чтобы лишние данные по протоколу не гонять и так далее. С новой итерацией возвращается страница с новой API-шкой, готовой. И она немножко отличается. Она вроде бы похожа, но там свойства другие и так далее. А затем приходит мобильное приложение и говорит, ребята, нам тоже нужна эта страница, но ваш функционал нам не подходит практически полностью. Нам нужны такие же модели, но опять немножко другие. То есть третья итерация, мы начинаем это все делать и возвращаем какую-то API, который должен быть для мобильного приложения. И что-то случается, неважно что, у нас самая первая версия, которую мы сделали, и которая должна была работать никак не изменяясь, она изменяется. Почему это случилось, это на самом деле не так важно. Важнее, что это в принципе случилось. И за три итерации мы получили три API, немножко похожих, но в деталях различающихся. И меня зовут Денис, я работаю в компании Skyeng. И сегодня я расскажу вам про то, как мы на нашем проекте решили, скажем так, как подступиться к этой ситуации. Для начала немного контекста. Компания Skyeng – это очень крупная компания. У нас больше 100 разработчиков, больше 300 репозиторий. То есть это все цифры, которые должны вам сказать, что мы очень там такие большие, и у нас есть своя инфраструктура, своя экосистема серверов. И в такой ситуации ты как бы тоже вроде бы становишься таким немножко медленноватым, потому что задачи делать медленно и все такое. Но периодически что-то происходит, и компания выдает какой-то новый продукт в достаточно сжатые сроки. И так случилось с нашим проектом. Я работаю на проекте математика. Его компания запустила, то есть меньше, чем за год условно. Для того, чтобы понять, насколько это сложно, компания называется Skyeng. То есть типа даже фонетически никаких путей явно сначала не закладывалось. Но вот они сделали этот проект. И мы на этом проекте, когда поняли всю эту атмосферу в компании, тоже подумали, что как бы нам тоже ускориться, как бы нам тоже работать очень быстрее, ускорять свои процессы. И мы поняли, что вот тот описанный ранее процесс, самый первый, он у нас в принципе занимает очень много времени. То есть команды новые, они отдельно сервис бэкэнда, отдельно фронтэнда. И они, ну то есть очень много тратится на какие-то переговоры, на согласование. Там кто-то считает, что нужно писать так, кто-то по-другому. У нас мы придерживались подхода REST, ну так негласно, да. Но тоже там с какими-то оговорками. И мы в принципе, когда в конце там на респективе все это осмотрели, поняли, что у нас такое опишка, это такой автомат по продаже напитков, куда клиент нажимает одну кнопку, получает один товар. Чтобы получить немножко другой товар, ему нужно нажать другую кнопку. И мы задумались, нет ли подхода такого, который позволит нам перейти от этого автомата к какому-то набору товаров, которые клиент сам бы под свои нужды набирал, комбинировал их и так далее за один заход. И мы посмотрели, действительно существует такое решение на рынке. Это не то, что решение, а спецификация GraphQL. Представлено компанией Facebook, еще добрым Facebook. Когда в 2012 году они начали делать мобильное приложение и тоже столкнулись с тем, что их API десктопный, он обрастал сложностью и он просто не потянул такую страницу, как лента новостей. То есть стало понятно, что будет очень сложно. И они подумали, как бы решить это по-другому. И они… ну, GraphQL сегодня уже было, да, и в целом, наверное, я не буду сильно углубляться, что он предлагает. То есть суть такая, у вас есть запрос, который вы посылаете на сервер, а сервер возвращает нам те данные, которые вы запросили. То есть если мы запрашиваем ID и name урока, то мы получаем ровно их. При том, что урока там еще куча всяких свойств. И мы поняли, что это позволит нам, во-первых, пересмотреть свои процессы в том плане, что не нужно больше обсуждать, какие данные возвращать с сервера. Сервер просто предоставляет список полей, список сущностей, а фронтенд запрашивает себе то, что нужно конкретно ему под конкретную ситуацию. Здесь в целом видится большой простор для оптимизации. Поэтому мы задумались о том, насколько сложно его внедрить. И у нас PHP проект, поэтому у нас проект на Symfony, да, и вот этот такой playground, на основе которого мы сегодня посмотрим, насколько вообще это сложно действительно ли. И я, когда мы сели research, да, я там посмотрел документацию, посмотрел наш проект, выписал себе какие-то пункты, которые отличались от того, как сделано у нас, и которые было бы интересно рассмотреть, переделать. То есть разность подходов на вот этих пунктах, она в принципе видна. На что я пришел к коллегам. Мне сказали, что типа нет, это вообще не интересно все, то есть кому интересно вообще погинаться, то есть то, что у вас там сделано так, а предлагается иначе, ну зачем это надо. И давай лучше, что там с кодом, что там вот с тормозами, что с вложенными запросами. Я такой, ну ладно, давайте список вот такой, версионирование я все равно оставлю, потому что мне типа понравилось, как там это все предлагается делать. Но хорошо, мы возьмем кэширование, автодокументация, это вопрос взаимодействия с фронт-эндом, с генерацией клиента и так далее. И даже бонусный пункт, который, ну, наверное, многие догадаются, догадаются, самый такой слон в комнате, да, мы к нему последнему придем. Версионирование. Ну, понятное дело, что проекты хотят жить очень долго, и за это время они будут меняться, там все такое. Поэтому заложить нужно сразу и в REST, и в принципе в других подходах все довольно-таки привычно. То есть мы передаем либо в URL, либо там в теле запросы как-то версию тех данных, которые хотим получить, а сервер нам их предоставляет. Все, в принципе, знакомо. Ну, тут просто абстрактный пример, может быть, это там, вот это V будет в другом месте там и так далее. Но суть такая. У графа Келли предлагается немножко другой подход, и он гораздо, ну, это совершенно, скажем так, другой подход. То есть у нас вот это изменение данных по мере жизни проекта предлагается воспринимать как эволюционирование. То есть когда у вас не что-то отмирает и остается, оно эволюционирует во что-то другое. И здесь пример с именем. То есть когда мы, например, перестали писать фио в клиента, как было очень просто, и стали разбивать его по строкам. То есть мы по-прежнему пока оставляем функционал этого поля нейма, помечаем его в деприкейт, это даже по сути не обязательно, но вводим новое поле, и клиенты, они как бы постепенно переходят на это новое поле. И все это лежит в едином неймеспейсе, то есть никаких вешек нету и так далее. И то есть появляются новые сущности, они кладутся рядом со старыми, и появляются новые поля в старых сущностях. Вот такое типа версионирование. И в целом подход, мне кажется, довольно интересен. То есть даже если вы, например, граф Келлом не будете пользоваться, то когда… То есть даже у нас проекта несколько месяцев уже там есть версионирование некое. И то есть интересно, как решалась бы задача, если бы был граф Келл, то есть что во что бы эволюционировало. Ну, рядом с версионированием сразу спросили про кэширование. Кэширование — это, конечно, вопрос такой менее, скажем так… Ну, то есть это немножко другого толка вопрос, да. Если, допустим, разбить вот наш запрос request-response на три блока, это очень условно, это я просто так разбил, то есть это можно по-другому совершенно делать, то давайте посмотрим, как это было в REST, как это можно сделать в граф Келле. То есть в REST у нас один URL предполагает получение одних и тех же данных, ну, в каком-то промежутке времени, по крайней мере. И таким образом кэшировать… Часто кэширование вообще не настраивается в проекте, оно там где-то на веб-сервере живет, где-то в клиенте там и так далее. То есть сам то, что REST очень дружит с протоколом HTTP, и может быть даже кем-то воспринимается как настройка над этим протоколом, позволяет кэшировать на гораздо раннем уровне, то есть приложение вообще может не знать об этих запросах. А с граф Келлом, конечно, такого не пройдет, потому что, как там был слайд, точка входа в сайт одна, и данные туда приходят совершенно разные. То есть вы не можете, несмотря в запрос, узнать, чего хочет клиент. Поэтому, конечно, эти два пункта отпадают. А с приложением, ну, тут, конечно, все тоже довольно-таки понятно. Оно вы можете и там, и там кэшировать, но в случае граф Келла это как бы единственное место, по сути, где вы можете это делать, потому что только оно знает о запросах. И тут голоса такие тоже условные. То есть с граф Келлом все-таки кэширование, оно такая менее ленивая задача. То есть нужно прямо сесть, продумать, где это хранить, как там делать ключ уникальным во всем приложении, ну, там и так далее. То есть в целом пока голоса у нас идут такие. Очень популярный вопрос про то, как генерируется документация, как клиент узнает о том, что на сервере происходит. И тут у нас код из нашего проекта. То есть тут можно не вчитываться. Суть в том, что есть у нас некие аннотации, которые мы прописываем в контроллере и в модели. И благодаря этим аннотациям сторонний пакет приходит в наш код, читает его и генерирует, ну, там, типа, некую страничку, где представлены все методы нашего API. Это, ну, то есть это, наверное, не требует больших трудозатрат, но, в принципе, если вы посмотрите на контроллер особенно, там видно, что это все очень как бы увеличивает файл и читать его, наверное, менее удобно. Ну, понятное дело, можно свернуть и так далее, но факт есть факт. И такая страница, тут, наверное, многие ее видели, да, то есть тут перечислены все endpoints нашего проекта, даже к которым у вас может не быть доступа, они все равно здесь выводятся. Можно развернуть и посмотреть, что сервер принимает, что отдает. То есть все поля перечислены. Ну, опять же, могут быть какие-то поля, которые вернутся, и они здесь не перечислены, потому что забыли там их через аннотации запрограммировать. Но, тем не менее, в основном это очень удобно. Клиенты умеют, ну, клиенты имеют в виду всякие ангуляры и так далее, они умеют читать эту схему, генерировать на основе нее классы, работать через классы. Я, ну, бэкэндер, да, сейчас, и поэтому я там до тонкости не знаю, насколько это удобно с ними работать. Слышал, что удобно, слышал, что неудобно. То есть тут уже каждый сам решает. За счет того, что этот код приходится связывать на фронтенде эти сервисы. С GraphQL все немножко по-другому. Во-первых, сами аннотации, они как бы живут не в PHP коде, а в неких конфигах. Ну, мы говорим про Symfony проект, про самый там популярный бандл. То есть это одно из решений возможных по такому объявлению. В самом этом бандле тоже есть несколько вариантов. Самый, как бы, ну, такой декларативный, да. Это мы вот в YAML файлах прописываем все модели. Сначала сверху мы прописываем все доступные корневые сущности, и потом каждую сущность мы отдельно еще прописываем и все ее поля там и так далее. И резолверы, ну, это уже там код сервисный. То есть это все живет в отдельном месте и есть более явный, то есть нужно более явно это контролировать. Вы не можете просто прописать строку, и оно там где-то выведется. Вы сами указываете, что доступно клиенту. И все это генерируется, кстати говоря, да, вот насчет страниц GraphQL есть сторонний пакет Graph IQL. Это тоже, то есть он не в самом GraphQL, а рядом, но для дебага, то есть это очень удобно. У вас есть практически веб-пде, да, с автокомплитом и всем остальным. И сегодня, как сегодня мы узнали, если написать запрос с ошибкой и нажать кнопку play, то он исправит вам эту ошибку даже. Не очевидно, но круто. Вот. И здесь мы, получается, указываем запрос в неком синтаксисе и получаем ответ. Это тоже довольно удобно на дебаге. То есть вы локально сделали функционал, тут же сделали запрос, все вернуло, все круто. И получается, что GraphQL это бэкэндеру, а фронтэндеру ему тоже нужно знать про все вот эти модели. И тут на самом деле тоже есть очень большой запрос. Запрос, он вообще огроменный, но он возвращает все сущности, которые есть на сайте и так далее. То есть и этот запрос, он поддерживается из коробки, поэтому все клиентские фреймворки, они должны о нем знать и делают этот запрос где-то под капотом и потом перегоняют немножко, ну, другую схему, да, но понятное дело, что все это парсится в модели. То есть в целом читать его, конечно, невозможно, но он есть и просто существует. И здесь GraphQL немножко впереди, потому что автодокументация доступна из коробки, не нужно ставить никакие пакеты, по коду это лежит в отдельном месте, отдельный слой и так далее и тому подобное. То есть в целом здесь пока нравится больше, чем со стороны REST. со стороны, значит, мониторинга, да, то есть, ну, давайте посмотрим на такую ситуацию, вот у нас есть какой-то график, здесь 500 ошибки, ну, то есть они там 501, там, от 500, там, до 599. И мы видим, что 22 числа был пик, ну, то есть 22 совсем пик, да, там, когда-то там пораньше, еще там поменьше пики. И если это логи Nginx, да, веб-сервера, если смотреть логи приложения, то там, ну, там картина, допустим, была бы немножко другая, чуть более интересная, ну, давайте Nginx посмотрим. То есть здесь, в принципе, если мы со стороны REST, вот у нас есть REST, приходим, смотрим, столько ошибок, где чинить вопрос, ну, то есть самый первый вопрос, который надо решить, да, что чинить. И у нас пример сервисной архитектуры, когда один сервис сам по себе очень мало чего может, вообще говоря, да, там, за пределами какой-то своей области, но он постоянно просит данные в других сервисах, во внешних системах. И вот эти 500 ошибки, они, в принципе, говорят о том, что приложение отработало неправильно, это правда, но ошибка может быть вообще там через три сервиса где-то в стороннем. Это все, ну, дебажится, да, там, понятное дело, мы единый одишник реквеста вводим, чтобы проследить запрос от начала до конца и так далее. Но вообще самый первый посыл — это типа сначала просто понять, где ошибка, и это не совсем видно из логов Nginx, из логов приложения, кстати говоря, тоже. С GraphQL все по-другому, да, вы сразу, как только видите что-то, что не похоже на 200-й ответ, вы просто паникуете, идете на сервер и ищите там какие-то опечатки или там и так далее. То есть exception в GraphQL, они как бы, ну, такие типа настоящие в основном. И получается, что когда у вас вернулся ответ 500-й, то значит прям что-то совсем не работает, клиент не работает, и ваш сервер тоже нужно чинить, и чинить еще нужно было вообще вон там, когда, то есть вот эта планка допустимого количества, она гораздо практически на нуле, то есть один уже нельзя. Это, в принципе, тоже выглядит чуть более интересно, потому что сейчас exception можно встретить в абсолютно обыденных ситуациях. Ну, просто выкидываем exception, потому что типа так удобнее там обрабатывать его, пусть клиент, короче, решает. Ну, здесь в целом нельзя сказать, что у кого-то там плюс, у кого-то минус. Мониторинг это все-таки сторонняя тема немножко, и внедрение его это в любом случае такая типа работа мысленная, серьезная и так далее. И, ну, есть как бы такой паритет, то есть что там, нужно думать, что мониторить, что тут. Проверка доступов. Ну, понятное дело, что на многих проектах есть админка. У нас в частности есть, помимо админки, еще есть кабинеты пользователя залогиненного. Они там, например, по правам разделены, и некоторые роуты доступны только определенным правам. И в REST это выглядит примерно вот так, то есть тоже можно не читать. У нас есть файл конфигов, где у нас указан адрес, и в в конкретном адресе указаны роли, которые разрешены. Ну, то есть в целом это тоже сторонний пакет, но тем не менее. И потом еще мы можем в контроллере там проверять, ну, в приложении это уже понятное дело. С GraphQL ситуация немножко, опять же, другая за счет того, что у вас просто один роут, и вы не можете, вы только залогинен или нет. Хотя многим проектам даже, например, это не подойдет, потому что есть публичная часть API. У нас такой нету, поэтому мы можем проверять на уровне протокола HTTP, что просто у него там логин есть где-то в сессии. Здесь у нас в GraphQL есть встроенные механизмы проверки доступа на уровне сущностей, на уровне отдельного поля. Это, в принципе, ну, наверное, удобно, потому что в целом дает необходимый функционал. Ну и плюс вы еще там в приложении можете, конечно же, это все сделать. И здесь, ну, проверка доступа что там, что там удобно, она как бы дает достаточные возможности. И в целом все звучит довольно неплохо. последний пункт, да, наверное, многие, точнее не так, надеюсь, мало кто про это подумал, но много кто меня про это спросил. И здесь у нас такой типа блиц, да, когда я тоже попробую ответить коротко. То есть вопросы, которые я получил в ответ на доклад без сравнения этого пункта, они примерно вот такие. То есть давайте попробуем просто кратко по ним пробежаться, да. Большая вложенность данных, это получается можно ограничить конфигами, то есть запрашивать. То есть ваши сущности, они могут разворачиваться там вот в этот граф и запросить можно действительно очень глубоко. Но по факту в основном лучше ограничивать там несколькими уровнями, там буквально тремя-четырьмя. И поэтому в конфигах есть возможность задать этот лимит. И сложность запроса там тоже как-то считается. Это тоже задается ограничивать сверху. N плюс 1 проблема, ну, наверное, я не знаю, все сталкивались с ней явно или не явно. То есть когда у вас подтягивается вложенная сущность, то делается в базу дополнительный запрос. И вот если у вас массив, то типа что делать, чтобы на каждую сущность не делался дополнительный запрос. Здесь это все не на GraphQL родилось, да. То есть с одной стороны все в итоге все равно придет в доктриновский запрос, ну, в случае Symfony, да. И в базу полетит обычный SQL. Если у вас в базе все плохо, то, естественно, это будет тормозить. И это со стороны как бы общей проблематики. А со стороны конкретно GraphQL, вот этот бандл, который мы используем, он предоставляет несколько вариантов решения этой проблемы. То есть там про эту проблему тоже знают и говорят, что типа, ну, это препятствие к тому, чтобы проект был production ready, да. То есть решение этой проблемы необходимо. И там, получается, есть возможность сделать отложенный запрос, когда у вас сначала получается весь этот Graph сущности, и потом разом они все там через join получаются. Либо синхронный PHP, либо там еще, по-моему, какой-то вариант есть. Но, в принципе, проблема, про проблему известно, проблема решаема. Ну, overhead при разработке и свалка кода, это я тоже так сложно говорить, потому что все-таки GraphQL это спецификация, а все вот эти перечисленные проблемы это уже имплементация. И в спецификации, ну, не написано, что она будет. Ваша спецификация должна работать медленно. То есть ваша имплементация, это уже приходит от реализации разработчиками. Ну, давайте посмотрим насчет свалки кода. Мне показалось очень интересным, по крайней мере, на какие-то первые взгляды. Допустим, возьмем, опять же, метод контроллера. Один из наших, не суть, что здесь происходит. Я вам так просто в общих словах расскажу. То есть у нас есть четыре проверки перед тем, как непосредственно выполняется какое-то действие. И здесь, если так посмотреть, то есть у нас есть, получается, две валидации там на формат сообщений, на их заполненность и так далее. И две проверки, которые на самом деле, ну, больше к бизнес-логике, наверное, подходят, потому что тут проверяется, что у сущности заполнено поле. Это уже, наверное, не прерогатива контроллера, по крайней мере, должна быть. И в чем здесь интересность? В том, что нет какого-то стопроцентного способа проверить автоматически, что какой-нибудь программист не написал бизнес-логику в контроллер. То есть это можно как-то очень хитро написать, но время будет затрачено, конечно, несовмеримо больше. И это все находится на код-ревью. Код-ревью мы знаем, что это уже ошибка довольно дорогая, поэтому тут в целом такой подход, он имеет, естественно, свои плюсы в виде скорости и все такое, но он ограничен только самосознательностью программиста и так далее. С GraphQL, ну, опять же, конечно, можно и в GraphQL все это накатать, но поначалу предлагаемая структура, она достаточно такая, типа чужеродная, то есть в хорошем смысле этого слова. То есть у нас есть некие резолверы, которые заменяют… То есть контроллеров в приложении нет, они есть в вендоре, но это неважно. У вас есть резолверы, где указано, какое поле у какой сущности доставать, а вы уже… это указано в конфигах, а вы уже в резолвере имплементируете вот эту логику запросов. Здесь все перегоняется во всякие там сущности, это неважно. Важно, что валидация параметров, она происходит либо здесь, либо на самом деле, может быть, даже в сервисе, в репозитории в данном случае. То есть она не может вытечь в этот GraphQL код резолверный, потому что он… ну, то есть тут вообще писать что-то не очень хочется. И возвращаясь к первоначальной проблеме, о которой мы в самом начале вообще упомянули, то есть у нас есть сущности, и нам нужны разные комбинации этих сущностей в разных местах API. То есть у нас где-то нужно только имя и ID-шник, где-то там еще какие-то связанные сущности и так далее. И вот у нас начали плодиться вот эти места, где лежат сущности. Здесь их целых три, да, ну, как три API-шечки. И получается, что там на самом деле их еще, может быть, больше, потому что есть вложенные папки. И с GraphQL это иначе. Здесь у нас лежит отдельный слой, который не связан со слоем доктриновских сущностей, не связан с… ну, с контролем, получается, связан, да, там, с API. Но это все равно, он лежит очень близко к клиенту, к резолверам. И самое важное, что не нужно никакую комбинаторику сочинять, потому что GraphQL это подразумевает. Таким образом, у нас лежат сущности в одном месте, там, резолверы в другом, весь код бизнес-логика в третьем месте. И в целом, то есть клиент уже сам, как хочет, себе эту феечку собирает, из каких там частей он захочет. И посыл такой, что мне даже кажется, что GraphQL чуть больше, по крайней мере, вот эта его имплементация, он чуть больше структуры кода может привнести, чем, например, просто типа там MVC-модели и так далее. Естественно, проблемы решаются и не с помощью GraphQL, все это проговаривается, какие-то принципы выводятся, но чисто со стороны подхода очень интересно, что процессные какие-то проблемы и проблемы кода можно решить с помощью инструментов. Это, по-моему, прикольно. И, собственно, такой у нас счет получился, очень условный. То есть здесь, наверное, не сказать, что это прям значит, что нужно всем внедрять REST или GraphQL, но в целом вот этот подход, он как бы, ну как-то, не знаю, в принципе, оказался достоин того, чтобы подумать о переходе с такого родного там и старого доброго REST'а на какие-то более фейсбучные практики в хорошем смысле этого слова. Здесь я, в общем, написал всякие ссылки, на которые не стал тратить время. То есть здесь у нас есть диссертация 2000 года, где автор HTTP предлагает нам REST, есть документация GraphQL, пример Bundle, пример GraphQL — это общая реализация. В общем, я здесь постарался сократить ссылки по максимуму. Если вам все равно лень, то можете мне в Телеграм написать, я вам скину их ссылки так просто списком. В целом здесь я, наверное, да, то есть Twitter нам подсказывает, что главное внедрять GraphQL осознанно, а не случайно обнаружить его у себя на сайте. Вот. И спасибо за внимание. Да. Всем GraphQL. Спасибо. Спасибо.